Тающие во рту кусочки мяса и яркий, острый вкус. Здесь и сладость моркови, и пожаренного лука. Здесь острота перца и кислота соленых огурцов. Настоящий праздник живота для настоящих гурманов. Любите азу по-татарски? Я тоже. Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Я уже упоминал как-то в одном из выпусков, что родился в маленьком поселочке в Татарии, недалеко от границы с Башкирией. Как и любому, наверное, ребенку, мне почему-то казалось, что общепитовская еда гораздо вкуснее домашней, и поэтому я регулярно изводил свою маму просьбами, приготовив котлеты как в столовой, бюстроганов как в столовой и азу по-татарски как в столовой. Она ни разу не приготовила. Постоянно были какие-то отговорки. В столовских котлетах страшной хлеб и так далее. Мам, до сих пор обижаюсь. Но сейчас я могу приготовить сам то, что я хочу. Пройдем на рабочее место, и я покажу, как приготовить великолепнейший азу. Сразу скажу, я иногда встречал вариант азу по-татарски, приготовленный со сметаной. Я буду готовить классический вариант, то есть без сметаны. Сметанолюбы, не отключайтесь, подождите. Досмотрите до конца. Попробуйте приготовить так, как я покажу. Вам понравится, точно говорю. Займусь обработкой продуктов, а про блюда в процессе расскажу. Для начала нарежу мясо брусочками, как на бифстроганов. Для азу годится как говядина, так и баранина. Более того, иногда даже и спицы его готовят, но мне больше все-таки нравится именно говядина. Не надо гоняться за супер дорогими отрубами говядина для этого блюда. Невнятные куски с номинованием для тушения отлично подходят. Дело в том, что мы сначала слегка обжарим кусочки мяса, а потом будем достаточно долго их тушить. И наличие соединительной ткани в куске только обогатит текстуру и вкус. Да, поставлю сразу кипятиться водой для картошки. На мой взгляд, это классическое сочетание картофельного пюре и азу по татарски. Мясо надо сначала обжарить до появления местами прижаристой корочки. Но не на всех кусках. Достаточно, если некоторые из них слегка прижарятся. Налью масло, пусть разогревается. Меня просили почаще обращать внимание в роликах на режимы работы плиты, ну и духовки. Я только что сказал, что нам нужно получить местами прижаристое мясо. Если мы его положим в недостаточно разогретое масло, или мощности этой комфорки будет недостаточно, то мясо начнет нагреваться медленно. Любой белок при нагревании сжимается и выдавливает наружу мясной сок. И мясо в этом соке начинает тушиться. А вот если сковорода и масло в ней разогреют и хорошо, то мясо получает ожог на поверхности, свою прижаристую корочку, до того, как теплота успеет проникнуть достаточно глубоко внутрь кусочков и заставит их, сжавшись, выдавить наружу сок. Поэтому хорошенько разогревайте масло. Пока мясо обжаривается, нарежу соленые огурцы. Очень важно мясо сначала не тушить в собственном соку, а именно обжаривать. Поэтому выложили в сковородку. Перемешивать не надо ни в коем случае. При перемешивании вы как раз-таки прогреваете его равномерно со всех сторон, не давая образоваться прижаристой корочке. Но как только одна сторона прижарилась, убавляем огонь, перемешиваем и начинаем медленно тушить. Прижаристая корочка добавит своего аромата соусу, а длительное тушение создаст нежную текстуру мяса. С огурцов я не стал срезать шкурку. Уж больно она мягкая и нежная. А вы смотрите по своим. Если она грубовата, то лучше, конечно, срезать. Сейчас я залью их водой и поставлю вариться на медленном огне, чтобы удалить из них излишнюю кислоту и соль. В соленых огурцах при квашении образуется молочная кислота. И иногда этой кислоты чересчур много. Кстати, можно и маринованные огурцы для азу использовать. Вкус будет немного другой, но тоже будет очень вкусно. Картошка варится, мясо тушится, огурцы варятся. Самое время нарезать лук. Я его нарежу помельче. Дело в том, что лук в этом блюде мне нужен для того, чтобы вытянуть из него весь сахар и карамелизовать его. А делать это удобнее при мелкой нарезке. Так он и быстрее, и равномернее начнет карамелизоваться. Меня тут, кстати, спрашивали по поводу этой самой карамелизации. Чем меньше сковородка и чем больше лука, тем дольше идет процесс. Чем сильнее нагрев, тем он быстрее. Ну и тем сложнее не сжечь все. Подбирайте такой режим, какой вам удобнее. Проверим мясо. Смотрите, сок почти выкипел. Добавлю немного кипятка, так чтобы слегка мясо покрыть, надо будет тушить до мягкости. Для моего трубы это минут 30. Про лук не забываем. Надо помешивать, чтобы не сгорел. Займусь морковкой. Форма нарезки моркови здесь не важна. Я нарежу вот такими кусочками, чтобы сочетались по форме и размеру с огурцами. Я вам даже больше скажу. Не обязательно было мясо нарезать брусочками. На вкус это не повлияет. Вот где, на мой взгляд, именно брусочки важны, так это без строганов. Если кто-то пропустил, смотрите вот в этом ролике. Морковь отправлю в сковородку к луку. Она тоже отдаст свои сахара, и это обогатит вкус карамели. Сто раз говорил, скажу сто первый. Правильная обжарка лука и моркови исключительно важна. И лук и морковь содержат много сахара. При обжаривании, при нагревании, этот сахар превращается в карамель. Карамель от сахара очень сильно отличается по вкусу. И вся эта обжарка затевается как раз таки, чтобы получить вкус карамели. Поэтому недожаренные лук и морковь не дают этого карамельного привкуса. Пережаренные, сожженные, дают привкус горелок. Поэтому вот эту грань очень важно не переходить. Вот смотрите, это идеальное состояние. Сейчас добавлю томатную пасту, ее тоже надо немного обжарить. Эта обжарка уберет лиху сыр и помидор и добавит своих оригинальных ноток. Да, можно использовать и свежие томаты, но они содержат много воды, поэтому сначала придется эту воду выпарить. Отлично, все обжарилось. Добавляю немного воды, чтобы снять со дна сковородки карамель и растворить ее. Здесь и сейчас, прямо у вас на глазах, смешиваются потрясающие вкусы и ароматы. Что же будет дальше, а? Пробуйте обязательно прямо сейчас. Возможно, ваши лук и морковь были недостаточно сладкие, как у меня, наверное. Да, немного сахара надо добавить. Буквально ложки хватит. Сразу пробую, что было в кастрюльке с огурцами. Да и не такие уж они и соленые, и кислые были. Так что огурцы отправляются к луку и моркови вместе с бульончиком, в котором они варились. Но если у вас слишком много соли или слишком кислый бульон получился, положите только огурцы, а в бульончик добавляйте понемногу и пробуйте. Именно сейчас вы создаете 90% вкуса своего соуса. Добавление мяса мало что в нем изменит. Кстати, о мясе. Надо добавить лаврового листа и черного перца. Картошка сварилась, надо сливать воду. Оставлю ее в сторонку, не накрывая крышкой, пусть из картошки лишняя влага уйдет. А на плиту поставлю греться молоко. Если влаги в картошке будет меньше, тогда больше будет места для молока. Неоднократно слышал, что от холодного молока картофельного пюре темнеет. Я такого феномена ни разу в жизни не наблюдал. Ну, впрочем, я и северного сияния ни разу не видел, хотя по северам помотался достаточно. Соединю мясо и овощи. Пора. А вот то, что картофельное пюре, приготовленное на холодном молоке, скисает за ночь в нашем климате, вот это проблема. Пробую мясо. Отлично. Оно уже достаточно мягкое. Собьемся в правильной консистенции соуса. Добавлю ложку муки. Если у вас в мясе много сока, то муку лучше просеивать, иначе, попав в воду, она образует комки, от которых сложно избавиться. А сейчас надо хорошо все перемешать. И пусть немного потушится. Надо дать время муке набухнуть. Добавлю масло в молоко. Пусть оно нагреется. А картошка уже потеряла львиную долю воды, так что молока может взять и побольше. Разминаю ее старательно, чтобы не осталось никаких комочков. Тут, кстати, один из подписчиков канала жаловался, что воспользовался для приготовления картофельного пюре блендером и получил клейстер. Вам сразу сообщаю, если еще не раз не пробовали так сделать, то и не пробуйте. Лучший способ получить клейстер, это как раз таки взбивать картофельное пюре блендером. Вы только посмотрите на это чудо. Азу готова. А соус густой, ароматный, яркий. Потрясающее блюдо. Просто потрясающее. И молоко в картошку пора добавлять. Торопиться не надо. Перемешиваем тщательно. Кстати, возможно, и соль надо добавить. Пробуйте. Отлично. Прекрасное пюре. Хотя мне значительно больше нравится гораздо более сухой пюре, приготовленное не на молоке, а на той воде, в которой картошка варилась, с добавлением очень большого количества ароматного, действительно ароматного, действительно вкусного оливкового масла, холодного отжима. Вот на мой вкус. Это просто сказка. Но такое пюре с сильными ароматами оливкового масла для Азу не подходит. Ну и потом, такое оливковое масло даже и в наших краях стоит чудовищно дорого. Ладно, давайте смотреть, что у нас в Азу. Потрясающий вкус. Ну что тут сказать? Отличный, прекраснейший соус. Аромат просто обалдеть. Долго думал, как это подать покрасивше. Ничего не придумал. Что, извините, будет у нас все по-домашнему. Отличный Азу. Великолепнейшая. Тут и сладость луково-морковной карамели, и нежное мясо, и острота перца, и лавровый лист, и кислинка соленых огурцов. Просто потрясающе. И соус густой, ароматный, который можно есть просто так, без всякого Азу, без всякого мяса, просто вымакивая его хлебом. Очень рекомендую. Соберитесь с духом и приготовьте. Да, времени на готовку уходит многовато, конечно. Это минут 45, а то и час может уйти, если мясо жесткое. Но оно того стоит, поверьте. Это прекрасно. Вот и все на сегодня. Понравилось? Вы знаете, что надо делать. Новые зрители, подписывайтесь, а то потом потеряйтесь, расстроитесь. Спасибо всем за репосты. Вы лучшие подписчики на YouTube. Специально для вас. Заглядывайте в плейлисты канала. Так гораздо удобнее искать видео, которые здесь размещены. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!